Всем привет! Меня зовут Василий. Я хочу сегодня показать вам автомобиль Renault Logan 2 2019 года выпуска. Итак, начнем с моторного отсека. И как мы видим, в этом моторном отсеке уже отсутствует та кочерга, которая вставляется вручную и держит крышку моторного отсека. А теперь за место нее стоит вот такой газовый упор. Мотор 1.6 в 82 лошадиные силы. Также имеется система ABS, гидроусилитель руля. Ну и вот электронный блок управления, который расположен в неудачном месте. Вот на него летит вся грязь и влага. Мотор по сути надежный, шустренький, нежели от предыдущего Logan. Вот. Вместо гидрокомпенсаторов стоят шайбочки. То есть клапана нужно регулировать. Дальше. Здесь имеется также грязь, сырую грязную погоду. Это все засыпается грязью, что тоже неприятно и непродумано заводом изготовителя. Вот по этой кромке можно было пустить какую-нибудь резиночку и исключить вот эту грязь на крышке моторного отсека. Далее. Здесь нет в комплекте противотуманных фонарей. Как мы видим. Но оптика довольно хорошая. Ночью освещает довольно хорошо. Вот. Этот автомобиль обошелся в 619 тысяч. Комплектация у него вторая после базовой. Live. И вот. Как-то так есть. Есть у нас здесь колпаки. Я их поставил на стяжки. Потому что колпаки не очень дешевые. Так же и задняя. Так, по кузову у нас теперь вот этот люк открывается рычажком из салона. Что очень тоже приятно. Потом задняя часть. У задней части есть много проблем. На задней крышке багажного отделения может возникать коррозия. Я видел коррозию в основном машины, которые работают в такси. у них вся вот эта крышка задняя багажного отсека она имеет свойство разжаветь. Причем быстрее, чем какие-то нежели пороги либо сам кузов. Так же имеется коррозия и на Тойотах Камри видео. Такие же рыжие пятна, на этой же именно крышке. Не знаю, как они, почему не цинковывают это все, непонятно. Но на логанах вот этого поколения, второго, видео в сколы, много сколов на крыльях, на порогах, на дверях, на передних крыльях. у них краска отсутствовала, но и с этой краской, под этой краской, то есть отсутствовала ржавчина. То есть скол был, голое железо, а на голом железе не было ржавчины. Как я говорил, что на крышке задней багажной дверцы может возникать коррозия. Далее, в этой комплектации не имелись брызговики задние, то есть я вырезал и поставил их на штатные крепления бампера, подкрука, подкрука бампера. Вот, есть еще такая недоработка завода, тоже хочу о ней показать, не зря опустил стекло, могу вам его, эту недоработку продемонстрировать. Видите, как стекло гуляет? Это, это нехорошо и неприятно. Сколько она проходит, хрен его знает. Еще у завода изготовителя есть тоже ряд недоработок, а именно вот на этих порогах возникает грязь при сырой дороге. Из-за чего это возникает? Из-за того, что они не смогли сюда вдоль всей вот этой двери положить резиночку, приклеить или, не знаю, прикрепать, как-то что-то сделать, чтобы здесь, в этом месте не было никакой грязи. что очень тоже очень неприятно. Далее и вот эта грязь, она присутствует на всех четырех порогах. Далее пойдем в салон. Здесь я сделал материю, чтобы ногой не шоркать вот этот ковролин, потому что педаль акселератора, она настолько близка к этому центральному тоннелю и ковролину, что потом ковролин станет лысый и совсем не будет смотреться так красиво, как на новом автомобиле. Вот такое решение я сделал. Конечно, некрасиво, но ковролин в целости и сохранности будет. Вот самый лючок, этот рычажок, который открывает люк. Лючок заправочного, короче, люк для заправки. давайте пойдемте в салон, посмотрим, что там имеется в салоне. А в салоне имеются две подушки безопасности, что у пассажира, что у водителя. Имеется два электрических стеклоподъемника передних, имеется центральный замок. О центральном замке я хочу сказать, рассказать немножко, что центральный замок, когда закрывает двери, все четыре, то эти двери можно открыть изнутри, что не очень хорошо, потому что дети, которые могут сидеть в салоне этого автомобиля, могут открыть изнутри. Я могу даже вам это продемонстрировать. Вот, я закрыл, изнутри легко открываю. Вот такая вот нехорошая штука. Далее, у этого автомобиля имеется бортовой компьютер. В этом бортовом компьютере расход топлива есть, есть расстояние, сколько осталось до заправки километров, есть вот функция, которая показывает температуру окружающей среды за машиной. Но этот датчик, который показывает температуру, он установлен в правом зеркале. При открытии, при мойке автомобиля, при открытии, имею ввиду, стекла, все тепло выходит наружу, воздействует на этот датчик, и этот датчик начинает врать, что тоже, блин, расположение этого датчика совсем неудачно, как и ЭБУ двигателя, электронный блок управления двигателем, который установлен в моторном отсеке. Есть еще подголовники, которые присутствуют во всех, на всех сидениях, что очень равдует. завод-изготовитель позаботился о пассивной безопасности людей, которые будут находиться в этом автомобиле, чего похвастаться Веста и Гранта не может. На Гранте, на Весте, в базовой комплектации, даже, по-моему, во второй после базовой комплектации эти подголовники совсем отсутствуют, что, блин, совсем неприятно и небезопасно. еще меня такой момент удивил, что в базовой комплектации не имеется датчика охлаждающей жидкости двигателя. Здесь вот он есть, вот он слева показывает, а на базовой комплектации бортового такового компьютера нету индикации показывающей температуру охлаждающей жидкости. По-моему, на Весте тоже такого нет. Не знаю, кто знает, может написать. Вот, но на Логане точно знаю, что базовой комплектации нету этого датчика и нет индикации температуры охлаждающей жидкости, что, блин, неприемлемо и, блин, я не знаю, иномарка должна быть иномаркой, должен быть какой-то датчик показывать всю индикацию, все параметры автомобиля очень, очень как-то экономно, что ли, не знаю, что это с этими резинками, что, жалко резинку кинуть, что ли, ну, пусть на тысячу дороже будет, зато будет автомобиль намного лучше. По рулевому колесу. регулировку рулевого колеса можно делать только вверх вниз, а вылет этого сделать невозможно. Потом также имеются вот эти ручки, тоже пассивной безопасности, чего нету в Гранте и в Весте. Далее хочу вам показать багажник и одну такую хорошую функцию этого автомобиля, которая меня прямо порадовала. Вот, ну, начнем пока с багажника. Багажник открывается именно сжатием вот этой кнопочки, ну, либо за нее поднимаем вот эту дверь багажного отсека, ну, либо снизу подхватываем. Багажник рассчитан на 510 литров объема. вот в принципе. Крышка, крышка багажного отсека, она ничем тут не отбита, никакой материи здесь нету, тоже не совсем приятно. На этой крышке даже не имеется никакого никакой ручки, за которым можно поднять крышку. вот еще хотел рассказать о фарах задних. Вот здесь имеется лампочка, что с правой стороны, что с левой стороны. Вот это лампочки, вот эти лампочки имеют функцию заднего противотуманного фонаря, но загорается только одна из этих лампочек, то есть левая. Я не понимаю в чем прикол производителя, почему одна загорается, жалко было провод сюда бросить на правую фару. Лампочка имеется, но она не горит. Я могу вам даже сейчас показать, чтобы не быть голословным. Сейчас вам покажу. горит, что горит только левый, а сзади противотуманный фонарь. Правый не горит, но имеется лампочка. Как так у них получилось непонятно совсем. Вот еще тоже мне понравилась вот эта ленточка и так называемые ходовые фонари при включении зажигания они зажигаются. Не надо там париться, включать ближний свет и не забудешь включить ближний свет. И еще я хотел показать вам, как я говорил, очень приятную функцию этого автомобиля. Это раскладывание задних спинок сидений, что очень меня даже порадовало. Вот таким образом можно перевозить длинные какие-то вещи. Например, какой-то брус на дачу двухметровый. Наверное, в ней еще ничего не возил, но возможно. И еще я читал в документах этого автомобиля, что не только можно задние спинки откинуть сидений, можно само сиденье откинуть открытой спинке, либо вообще его снять, тем самым увеличить объем перевозимых вещей, еще что-то. Ну, сзади у нас эти мясорубки. У нас больше ничего. У нас вроде как 21-й век на дворе, а все технологиям каких-то старых лет возвращаемся. В принципе, автомобиль неплохой, но есть очень много недоработок завода, что они крайне неприятны в этом автомобиле. вот еще хочу рассказать о такой небольшой функции, когда автомобиль едет и водитель не пристегнут, у нас появляется звуковой сигнал, что водитель не пристегнут. Меня тоже это порадовало. Еще хочу рассказать, что на этом автомобиле пробег 4131 километр. За этот пробег у меня вопросов никаких не возникало по автомобилю, по технической части. То есть пока все хорошо работает. На ТО я нулевой не ездил. Автомобиль кушает 12 литров на сотню это сейчас. Летом у меня я купил в августе автомобиль, летом у меня он кушал 9 литров. но сейчас все равно прогреваю минуты 2-3 поэтому вот такой расход. Ну и зимой такой же расход был 12-13 литров. вот еще хочу показать что тормоза задние они не знаю видно вам не видно они барабаны 21 век на дворе они все эти барабаны никак оставить в покое не могут ладно хоть впереди и не барабаны что тоже удивляет сидение на этом в этом автомобиле двигается только зад вперед в предыдущем логане не знаю там зависит скорее всего от комплектации она поднималась и вверх и вниз и зад вперед пластик в этом автомобиле дубовый дешевый ничего здесь ожидать лучшего не стоит вывод такой что автомобиль надежный таксисты его прям очень любят ценят кузов весь не оцинкованный некоторые люди снимают которые обзора на этот автомобиль говорят что оцинковка здесь с двух сторон то есть с наружной и внутренней стороны этого я не могу подтвердить ну я провернуть тоже не могу ну судя по старому логану оцинковка здесь по всему почти кузову кроме крышки задней задней багажного отсека ну и скорее всего моторного отсека все остальные крылья передние задние крылья пороги днище все это оцинкованное не знаю насчет крыш не знаю я ни у кого еще пока не видел что там крыша была в рыжиках но вот крышка заднего багажного отсека она реально имеет свойство разжаветь и покрываться рожавчиной что у логана что у тойоты камри что у мерседеса любого взять там за 7 миллион за 8 двери здесь я не знаю оцинкованные не оцинкованные может быть и двери тоже нет но на старом логане точно нет ну и в общем ладно всем пока всего хорошего не болейте я не знаю это я не знаю что